4 часа дня в Одессе. Информационная служба 7 канала продолжает свою работу в эфире. Меня зовут Игорь Буренко. Здравствуйте. Таксист, которого подозревают в изнасиловании и жестоком убийстве студентки юридической академии жив. Я напомню, утром появилась информация о том, что Андрея Печева убили в СИЗО. Эту информацию опроверг руководитель самого учреждения. Я напомню, Печева подозревают в убийстве 17-летней Татьяны Маснюк, тело которой после убийства было сожжено. Он фактически назвал себя серийным маньяком. Помимо расправы над студенткой из Житомира, сознался еще в убийстве одной женщины. Таксисту светит пожизненный срок. 19 детей по-прежнему находятся в Белгороднестровской райбольнице с подозрением на гепатит А. А напомню, 3 июня стало известно, что в детском приюте Центр психолого-социальной реабилитации зафиксировали эту инфекцию. Причем у троих ребят заболевания подтвердили лабораторные исследования. 16 человек находятся под наблюдением врачей. Чикаловский пляж застраивают. На песке появились металлические конструкции. Под склонами каменные пристройки, а в воде работает тяжелая техника. Кто ведет там свою деятельность и что планируют построить? Узнавала Ирина Рогозянская. Этот материал мы сейчас готовим к эфиру, и вы увидите его в конце нашего выпуска. Но очень большую клумбу начали делать одесские активисты в районе пляжа Отрада. Так они решили не дать владельцам пляжного клуба Отрада Бич Клаб, а ныне мафия рейв, занять кусок городской земли. Как все происходило, видели наши корреспонденты. Еще несколько толчков и шлагбаум перед спуском к пляжу Отрада сдается под натиском активистов и пропускает КАМАЗ. Пока машина, огруженная 15 тоннами грунта, продвигается к территории бывшего клуба Отрада Бич Клаб, а ныне мафия рейв, еще одна группа активистов счищает ломиками асфальт с небольшого участка земли у клуба. Сегодня мы привезли сюда 15 тонн песка, цветы, всевозможные кустарники, декоративный камень. Мы здесь будем разбивать клумбу и делать, скажем так, от патриотов подарок одесситам еще одну нормальную культурную зеленую зону. Акция стала продолжением борьбы одесских активистов за городскую землю у побережья. В начале мая их попытка остановить незаконную стройку и снести строительный забор закончилась потасовкой с представителями РГБ. Стычку остановила полиция. А вот в эту субботу правоохранители остались без работы. Разбить клумбу активистам никто не помешал. В течение недели активисты посадят здесь ирисы, розовые кусты и другие растения. А осенью деревья. Об этом общественники уже договорились с лесничеством. Наталья Костенко, Евгений Ячменцев, 7 канал. Трагедия на гонках. Чемпионат Украины по мини-ралли. Кубок Лиманов закончился смертельной аварией. В поселке Зайчевское под Николаевым в воскресенье гоночный автомобиль насмерть сбил 30-летнего одессита. Как сообщает информационное агентство, преступности нет. Мужчина перебегал трассу во время заезда. По словам свидетелей, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Отмечу, правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. В Аркадии на центральной аллее тушили пальму, которая загорелась от гирлянды. Очевидцы самостоятельно позвонили в службу ГСЧС. Люди боялись дальнейшего распространения огня. Погасили пожар с помощью огнетушителя. Видео с комментарием на своей странице в фейсбук опубликовал одессит Григорий Казьма. Но как туда может заехать пожарная машина? И то, что огнетушитель нашелся не у каждого магазина, это уже предмет отдельного разговора. Не дай бог более масштабного пожара. Как говорят в народе, на воре и шапка горит. А у вора, помимо того, что он одесситов Аркадий украл, у него оказываются еще и проблемы с пожарной безопасностью. На побережье в Одесской области снова нашли погибшего дельфина. Фото мертвого млекопитающего на своей странице в фейсбук опубликовал пользователь Александр Сомов. По его информации, дельфина нашли в районе Сычавки. А напротив места его обнаружения как раз выставлены рыбацкие сети. И мы возвращаемся к теме застройки Чикаловского пляжа. Материал уже готов к эфиру. Я предлагаю его вам посмотреть. На Чикаловском пляже снова растут стены. Это появилось здесь сегодня и разделило между собой общественный пляж и так называемую лагуну. За забором развернулось строительство. Рабочие не на камеру рассказывают, что готовят место под новый пляж, где услуги будут платными. Вы делаете конструкции железные, металлические. Что будет на этих конструкциях? Для чего эти конструкции? При этом обещают, что флора и фауна не пострадают. Нет, ничего природного трогать никто не собирается. Однако уже через несколько минут эскаваторы заезжают в воду. Прямо за моей спиной техника выбирает из моря камни. По информации рабочих, лагуну хотят полностью очистить от ракушечника. Отдыхающие просят городскую власть обратить внимание на происходящее и остановить работы. Как можно летом, когда курортный сезон, я одесситка коренная, я здесь всю жизнь на море. Как можно это делать летом, когда люди отдыхают? Вся эта вода, посмотрите, в чем дети покупают. Это ужасно, это недопустимо. Уничтожена практически экология этого пляжа. Здесь многие годы камни, мидии, рыба. Кто технику загоняет с маслом, со всем этим делом море? Это же не так не делается. Напомню, раньше этот пляж использовался частными лицами. Они установили здесь бетонную стену и незаконно ограничили доступ к пляжу. Препятствие убрали два года назад. Сейчас на месте старого забора появился новый. Анна Грынев, Ирина Рогозянская, Игорь Казанджи, 7 канал. Сегодня и завтра в Одесской области повышенная пожарная опасность. Об этом на официальном сайте ГСЧС сообщили спасатели. Они призывают одесситов придерживаться правил пожарной безопасности во время отдыха в зеленой зоне и тушит после себя огонь. Повышенная пожарная опасность сохраняется также и в других областях Украины. На этом у нас пока все. Следить за новостями седьмого канала всегда можно на официальном сайте и в социальных сетях. Но если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам в редакцию. Телефон 726-3226. Увидимся уже меньше, чем через два часа. Следующий выпуск в 18.00. Оставайтесь с седьмым. Будет интересно. Субтитры создавал DimaTorzok